МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого караганинского новости. Судья Анель Шалкарбек. Здравствуйте. Коротко о главных событиях дня. В ветеринарах Караганинской области обнаружили лишь 51 захоронение больных животных, тогда как официально числится 135. В областном Акимате обсудили вопросы продовольственной безопасности. В Саране возводится новый жиломикрорайон, получивший название «Горняк». С ходом строительства ознакомился первый заместитель Акима области Асулдек Дусюбаев. Молодое пополнение из Южного Казахстана. Бойсковую часть 36-352. В поселке Спаск прибыли 40 призывников. А теперь подробнее об этих и других событиях. В селе Яркиных Шацкого района оштрафован местный житель, который забил больное животное. Это и послужило причиной вспышки сибирской язвы. С начала года ветеринарная служба проверила сибиреязвенное захоронение. Специалистам удалось установить местонахождение всего 51 захоронения, тогда как в кадастре их 135. Отобранные пробы в Ухожиравском районе дали положительный результат. А Имамрина продолжит. В области числится 107 скутомогильников. 102 из них содержатся на балансе коммунальных хозяйств и сельских акиматов. Оставшиеся 5 – бесхозные. Также тревогу ветеринаров вызывают убойные площадки. Их всего 132. И они не решают проблемы населения. В них не предусмотрены лаборатории. По этому решению вопроса мы видим в строительстве угодных пунктов на местах и централизованных больших угодных городов и больших причиненных пунктов с проработкой трансмом аналогистикой. Все эти вопросы входят в комитетенцию акиматов районов и городов. Цель обеспечения благополучной медицинской обстановки региона, согласно предпринимательской кодекса, на предмет за связи техними проверяющих объектов, требований для загорода, осуществлено 332 проверки. По результатам данных проверок практически повсеместно выявляются факты низкого качества вакцинации и неправильного оформления документов. Во всех районах и городах отсутствуют отдельные подвальные помещения для хранения препаратов. Вакцины хранятся в обычных холодильниках, иногда неработающих. А в результате выявленных нарушений к административной ответственности привлечены 59 специалистов. Также эпидемиологи проводят рейды с местной полицейской службой. На эпизоотическую обстановку также влияет идентификация сельскохозяйственных животных и обработка против особо опасных болезней. Без качественной идентификации невозможно гарантировать выполнение ветеринарных мероприятий, подчеркнул Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков. Мы делаем правильное захоронение, точнее обомтывание, так, чтобы было понятно. Вот эту плиту заливаем, ставим жидцаметонные ограждения, чтобы туда никто проникнуть не мог. Это надо делать, доводить до конца. Мы сами себя тогда гарантированно обеспечим надежность, безопасность. Стоит отметить, что после вспышки сибирской язвы прокуратура начала проверку местных исполнительных органов. Они проверяют обеспеченность скотомогильниками, объектами убоя, проведение ветеринарно-профилактических мероприятий. Результаты будут озвучены позже. А имам Ринаулжас Габасов Андрей Тимофеев, первый Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области Аслубек Дюсибаев с рабочей поездкой посетил город Сарань. Он ознакомился с работами по строительству трехэтажных аренных жилых домов на строительной площадке микрорайона Горняк. В настоящее время на объектах идет установка светотехнического оборудования системы отопления и завершается внутренняя отделка. Также чиновники посетили промышленные предприятия города, в том числе компанию «Казметалпласт». Предприятие специализируется на изготовлении высококачественных фитингов в широком ассортименте для воды и газоснабжения. В этой трубе они гонят кислоту и капельное орошение. Вот капельное орошение, потому что сейчас ботра очень большие уже болят. Да, есть китайская такая публика, но она у нас не удерживает. Китайцы понят, что это продукция, но на морозе она ломается. Следующим пунктом визита первого заместителя Акима области стала Саранская швейно-трикотажная фабрика «Гелакс Плюс». Она выпускает специализированную одежду, трикотажные изделия и военное обмундирование. В завершении рабочего визита Сулбек Дюсибаев провел рабочее совещание, где были рассмотрены основные показатели развития города за 9 месяцев года. «Проблемы и вопросы мы знаем, да? Значит, это, конечно, котельная номер один, да? Понятно, котельные показы, которые надо построить, чтобы статистически, с глушкого масштаба, как правильно. Заслушав отчет Акима города, Сулбек Дюсибаевич дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию». Он отметил, что в 2017 году необходимо предусмотреть финансирование на завершение строительства жилых домов в микрорайоне Горняк и благоустройстве дворов. А сердце Замбаева Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Специализированным межрайонным суде по уголовным делам к длительным срокам заключения приговорены мать и дочь, которые продавали героин по московскому методу сбыта. Деньги перечислялись через банковские карты на счета, а товар покупатели забирали из разных частей города. Правоохранительные органы около двух лет расследовали это дело. В итоге мать переговорили к 20, а дочь – к 18 годам лишения свободы. Приговор не успел вступить в законную силу. Осужденные подали апелляционную жалобу. Известно, что в деле фигурировали еще пять человек, но выйти на их след пока не удалось. Это не единичное дело о наркотрафике, которое было рассмотрено в суде. За последние месяцы количество таких дел увеличилось. На скамье подсудимых не мелкие торговцы, а настоящие дилеры. Они продавали наркотики килограммами. Органы ДКНБ нашей Органской области действительно проводят активные мероприятия по задержанию непосредственно сбытчиков, пресечению всех преступных каналов, по предотвращению пренкновения наркотических средств на территорию Республики Красноя. В первую очередь к Органской области. Также специализированный межрайонный суд рассмотрел ряд дел о педофилии. Часть из них прошла при участии присяжных заседателей. Такие дела в суде рассматриваются в закрытом режиме. Одно из дел как раз сейчас находится на рассмотрении. Житель поселка Шахан обвиняется в надругательстве и убийстве ребенка. Насколько ему предъявлено обвинение данному фигуаранту в том, что он изнасиловал действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика. После этого он задушил его. Затем, можно сказать, здесь вот такой вот садизм, бросил его на балкон в своей квартире. Этот ребенок он проживал по соседству. Разбирательства по данному делу еще продолжаются. Также в суде рассматривают дело о жестоком убийстве, которое произошло в Тимиртау. На скамье подсудимых обычный гражданин. Его обвиняют в расчленении жертвы и сокрытии преступления. Кроме того, совсем недавно в суд поступило дело о балхашских террористах. Напомним, несколько месяцев назад в поселке Гульшат была пресечена деятельность преступной группы, которая планировала захват военной базы в Приозерске и другие теракты. Предварительное слушание по данному делу состоится 31 октября. Айя Мамрина Жакслык-Нуртай Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Очередной скандал в общественном транспорте попал в объектив мобильного телефона. Драку между кондуктором 146-го автобуса и пассажиром сняли очевидцы. По их словам, потасовка началась с отказа экипажа автобуса вернуть пассажирам деньги за проезд после вынужденной поломки транспорта. Инцидент произошел на остановке. 146-й автобус довез пассажиров до ДСК. Экипаж объявил, что транспорт сломался. Следующий автобус должен был приехать через полчаса. При этом кондуктор отказался отдавать людям деньги, собранные за проезд. Пассажиры начали возмущаться. Словесная перепалка переросла в потасовку. Кто именно ударил первым, никто точно сказать не может. В управлении пассажирского транспорта объяснили, что руководство третьего автопарка уже начало проверку. Если вина экипажа будет доказана, кондуктора привлекут к дисциплинарной ответственности, либо уволят. Айим Амрина Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Что такое современное государство и какие стратегии развития существуют? Эту тему обсудили в Карагандинском государственном медицинском университете. Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области провела региональную научно-практическую конференцию, посвященную достижениям нашего государства за 25 лет независимости. Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области совместно с научной экспертной группой АНК и общественным объединением «Движение молодежи за будущее Казахстана» провели областную научно-практическую конференцию. Основная тема – полиэтническое общество и современное государство, национальные модели и стратегии развития. В работе приняли участие ученые, преподаватели вузов и колледжей области. Эта научно-практическая конференция запланирована как одно из периодов мероприятий, посвященных властей и независимости нашей страны. 16 декабря мы отпразднуем эту большую дату. И, как вы уже заметили, в обществе государственных у нас в этой дате готовится достаточно конструктивно, спокойно, без особого пафоса, но посвящая этому серьезные мероприятия. Конференция стала своеобразной площадкой налаживания информационного обмена научного сообщества и развития сотрудничества вузов и колледжей. В программу конференции включены доклады на тему о роли Ассамблеи народа Казахстана и сохранения межэтнического согласия среди молодежи. Принятие новых ценностей, признанных во всем мире, таких как права человека, свободу слова, творчество, вызвали всплеск духовной жизни народов, проживающих в нашей республике. В аспекте возрождения и преданий профессиональному искусству, народному творчеству, традициям, обычаям народов. В ходе конференции были приняты рекомендации, в которых участники предложили расширять взаимодействие преподавательского корпуса разных учебных учреждений в целях совершенствования воспитательной работы с молодежью. Это позволит укрепить единство и согласие в обществе и наращивать сотрудничество Ассамблеи народа Казахстана области с этнокультурными объединениями по вопросам формирования казахстанского патриотизма. В Караганду прибыли 40 призывников из Южного Казахстана. Они будут проходить службу войсковой части регионального командования «Астана». Новобранцев встретили на вокзале со всеми воинскими почестями под аккомпанемент военного оркестра. Под аккомпанемент военного оркестра новобранцы сошли с поезда и построились на перроне. Они еще не привыкли ходить с троем, не привыкли к одинаковой военной одежде и громкому голосу командиров. В Караганду прибыли первые 40 призывников из Южно-Казахстанской области. Служить они будут в войсковой части, расположенной в поселке Спаск. Первое построение в расположении и первый урок. Новобранцам показывают, как правильно заправлять постель. Среди рекрутов 18-летний Аскар Аубакиров. Начинает сбываться детская мечта. Это первый его шаг в карьере военного. Я очень обрадовался, когда узнал, что буду проходить службу в Карагандинской области. Слышал, что в Спаске находится одна из лучших частей в Казахстане. Военным мечтал стать с детства. Офицеры регионального командования Астана заявляют, что в войсковых частях Карагандинской области созданы все условия для приема новобранцев. Кроме того, прилагается немало усилий для поднятия престижа армии. Впереди у призывников целый месяц КМБ. Курса молодого бойца. Парней научат стрелять, ходить в строем, жить по уставу. Запланированы также мероприятия воспитательного характера. Будет проводиться с ними культурно-досоговые мероприятия. С участием представителей местных органов власти, также ветеранские организации. Будет привлечена и молодежная политика в области. В течение месяца также военнослужащие будут посещать культурные места Карагандинской области. А в конце ноября молодое пополнение ждет одна из главных армейских традиций – приведение к присяге. Только после этого молодые люди станут настоящими военнослужащими. Новобранцы из Южного Казахстана – не единственное пополнение. В региональном командовании Астана ожидают прибытия призывников из северной части страны. Андрей Тенжик, Слак-Нурта и Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Десять дней казахстанцев будут уговаривать не употреблять алкоголь. За 17 лет число выпивающих казахстанцев сократилось почти вдвое, однако алкоголиков меньше не стало. 28 октября в Казахстане отметят национальный день отказа от употребления алкоголя. В связи с этим сортовал декадник, в рамках которого карагандинские врачи-наркологи встречаются со студентами колледжей. В качестве основной аудитории карагандинские медики выбрали студентов колледжей. В частности, технико-строительного колледжа Караганды. Выбор аудитории не случайен. Согласно статистике, именно в возрасте 15-17 лет молодые люди начинают все чаще употреблять алкогольные напитки. Сначала это популярные у молодежи слабоалкогольные коктейли, затем и крепкое спиртное. Медики заявляют, что в большинстве случаев подростки впервые пробуют алкоголь с подачи родителей. И такие напитки, как пиво, например, и шампанское, они уже не считают алкоголем. Поэтому мы стараемся все вместе и Центр ЗОЖ, и областной наркологический диспансер, частный фонд Жескен проводить данные мероприятия в разных учебных заведениях города Караганды с целью ознакомить подростков с этими вредными привычками. Именно рассказать им о последствиях не только алкоголя, а также наркотиков, токсических веществ и табака. Один из методов ограничения употребления алкоголя подростками – это контроль над реализацией. Организаторы признали, что в этом направлении в Караганде сделан большой шаг вперед. Контроль со стороны полиции очень жесткий и строгий. И, насколько мне известно, многие владельцы мелких магазинов сейчас просто боятся продавать подросткам алкоголь, потому что они лишатся права держать этот же магазин. Это большой плюс сотрудникам полиции. И, тем не менее, антиалкогольные законы не дают нужного результата. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, только растет. Об этом сообщает уже Министерство внутренних дел. Однако в Центре формирования здорового образа жизни не собираются опускать руки. Интерактивные лекции, беседы с подростками на понятном им языке – все это, по мнению медиков, позволит уменьшить количество молодых людей, употребляющих алкоголь. Субтитры создавал DimaTorzok 26 октября в Ледовом дворце Караганда-Арена состоялся очередной матч в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Игра закончилась с разгромным счетом 5-1 в пользу Сараарки. На сегодняшний день Сараарка занимает первое место в чемпионате высшей хоккейной лиги, выиграв 13 из 17 проведенных встреч в этом сезоне. До встречи с Орским клубом Сараарка не знала поражений 4 матча подряд. Южный Урал стал пятой командой, которую разгромили карагандинцы. Шайбы в ворота гостей забрасывались одна за другой. В первом периоде отличились Евгений Назаркин и Олег Ламако. Во втором периоде карагандинцы много играли в меньшинстве, однако это не помешало им дважды поразить ворота Южного Урала. Олег Ламако оформил дубль, а четвертую шайбу забросил Даниил Ердаков. В третьем отрезке игры Антон Сагадеев забросил финальную пятую шайбу. Гости отличились лишь однажды. За 8 минут до окончания матча Олег Марзоев из Орска сумел поразить ворота Сараарки. Играла одна команда. Такой неутешительный вывод сделал наставник гостей Руслан Сулейманов. Более подробно об игре рассказал главный тренер Сараарки. Кстати сказать, Вадим Епанчинцев сам выходец из Орского клуба. Он начинал в нем играть в далеком 1992 году. В первом периоде где-то были моменты соперника немножко. Перестроились во втором периоде и на протяжении всех двух периодов играли агрессивно. Играли тот хоккей, который мы просили. То есть это была триферская установка на главу. Мы благодарили пятам на протяжении одного от этого гола, который не доработали. Да, просили помочь в Бортаре где-то сыграть на ноль. Но, к сожалению, эпизод не доработан. Но так всех с победой и готовимся еще к одной игре. Домашние. Благодаря этой победе, ставшей пятой к ряду, Сараарка набрала 37 очков и продолжает уверенно удерживать первое место в турнирной таблице. Очередной домашний матч запланирован на 28 октября. На своей площадке карагандинцы будут принимать команду «Челмет» из Челябинска. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. На этом у нас все. Если у вас есть интересные новости, звоните на номер 420649 и смотрите наши новости на сайте телеканала. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин